Уважаемые братья, чуть другой была тема хутбы, тема малаида. Но иногда бывает такое, что в течение дня, в течение недели встречающиеся с кем-то и какие-то темы поднимаются. И вот одна из этих тем на этой неделе с одним братом встретился, с другим братом и поднялась такая тема. Может быть, наверняка вы ее слышали. Есть такие, каждый раз постоянно какие-то появляются сектанты и так далее. И когда смотришь, например, хабашиты, такая секта есть, смотришь хаварич, и смотришь, что за ними стоят, нету там никаких ученых, великих ученых. Даже на протяжении тариха, на протяжении истории от послания к Аллаху со времен пророка Мухаммада до сегодняшнего дня, не было ни один из четырех мазхабов на этом, не такие великие ученые, которые всегда на слуху. Одна из таких же сект, вы слышали наверняка, называется Кураниюн. То есть называют их по-русски Караниты. То есть это те люди, которые говорят, отрицают сунну пророка Мухаммада. То есть говорят то, что для нас достаточно Куран, то, что Аллах сказал в Куране, этого достаточно, сунны нам не нужно. И один из таких вот людей, когда недавно встречался с одним братом, он говорит, пришел ко мне один из таких людей, и он как бы призывает свою партию, свою секту. Кто-то из этих людей раньше были имамами в мечетях. Некоторые из этих людей свои каналы открыли на ютубе, там блогеры. То есть через это хотят прославиться, через это хотят показать. Вот они такие продвинутые, умные, с чем-то с новым пришли. И если смотришь в истории, начиналось это все от тех людей, у которых не было знаний, которые ислам, мусульманские, богословы не знали, не говорили то, что эти люди знающие, или те, у которых есть великие знания в области Курана и сунны. Опять же, эти люди, которые говорят, оставь Куран, и сейчас мы это, иншаллах, поймем из этого доклада, мы понимаем, что эти же люди, они невнимательно читают Куран. Потому что, если бы внимательно читали Куран, они бы взяли бы сунну пророка Мухаммада . Человек, который два года курса закончил, где-то там по-арабски еле читает, говорит такие страшные слова о имаме Бухари, то, что имам Бухари не является ученым, что от него не нужно брать сунна, нам не нужна. И он уже себя как бы посчитал за великого ученого, говорит, вот у нас Куран. Такие же заблудшие и заблуждают других людей. Самое интересное, что они именно ведут диалоги с такими, с обычными людьми, которые вот только стал на намаз, вот у которого нету знаний в области Курана и сунны. То есть такие можно высказывания услышать от некоторых людей, то, что необязательно пять раз в день читать намаз, хиджаб необязательно для девушки, там ураза необязательно месяц, рамадан весь месяц держать, можно три дня там подержать или на протяжении года весь месяц продержать. Опять же, они используют больше свой разум . Поэтому, в первую очередь, сегодняшний день хотелось бы рассказать о сунне, о важности сунне в шариате, в тфита-шариа. С точки зрения, чтобы был такой отпор этим людям, чтобы они поняли. Самое интересное, когда одного из имамов отстранили от должности, он говорит, у меня же был неяд хороший, я бы хотел людям облегчить. Аллах говорит, облегчайте, не усложняйте. Уважаемый брат, облегчать нужно в религии Аллаха, не переступая законы Всевышнего Аллаха, не искажая Куран, не искажая сунну пророка Мухаммада, не искажая религия. Завтра придет такой человек, который скажет, что сунны введя не будет и так далее. Поэтому мы, у нас есть на вооружении Китаб Аллаха, есть на вооружении Книга Аллаха. Сегодня хотелось бы рассказать, вспомнить о том, о важности сунны, опять же, опираясь на сам Куран. Потому что этот так называемый каранит не потому, что он читает Куран внимательно и любит Куран, нет. Он говорит, достаточно нам Куран, а он сам невнимательно читает Куран. Если почитал бы Куран внимательно, и так как понимали сахабы, так как понимал пророк Мухаммад, этого бы ничего не было. И с другой стороны, часто мы бываем такое, что мы говорим, брат, давай сделаем это по сунне, пускай это будет по сунне. Часто мы слышим такие слова. Что же такое сунна, вот с богословского понимания сунна? Во-первых, дословный перевод сунны – это от тарика, это путь, это дорога, путь пророка Мухаммада. И в арабском языке любую можно сказать вещь. То есть возьми этот путь, возьми эту дорогу. С точки зрения шариата, истилаха, куллю ма садара мин Расули Аллахи, салаллаху алейху ассалям, мин каулин ау фиалин ау такрир. Есть ученые-фукаха, богословы, как имам Шафия, как имам Абу-Ханиф, они говорят, что сунна – это то, что пришло от пророка Мухаммада, салаллаху алейху ассалям, из его слов. Второе – из его действий. Третье – такрир. Из его согласия, довольность, то есть он был доволен этим действием, но сам он это дело не делал. Мухаддисун – те люди, которые занимаются хадисами, они еще добавляют хулук, сыфа, добавляют описание пророка Мухаммада, салаллаху алейху 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 пророка Мухаммада – халкия и халкия, то есть его описание или нравственного качества, или внешнего качества. Эти вещи не имеют значения в области харама и халяля. То есть фақиям, те, кто разбирается в мусульманском праве фуқаха, почему они не добавляют это сайфат, почему они не добавляют это как качество, потому что он не имеет отношения к запрету или к дозволенности. Что такое то, что сказал пророк Мухаммада – то, что сказал словами, например, «Каждое дело человеку записывается по его намерению», то есть пророк Мухаммад сказал это словами. Второе – фа'лия, то, что он показал своими действиями, то есть он обучил, как нужно читать намаз, он обучил, как нужно выплачивать закат, он обучил, как нужно делать таваф, как делать хадж. То есть это то, что делал пророк Мухаммад своими действиями. Такрир, то есть довольствие, то, что он сам не делал, но не запрещал, это является сунной пророка Мухаммада , например, пророк Мухаммад не любил не кушал мясо варана ла́хаз scope ящерицы. Но, однако, когда сахабы кушали, он не запрещал. То есть он сам не любил это, но не запрещал посланник Аллаха, это является сунной. Или, например, вы знаете, когда пророк Мухаммад с.а. переселился в Медину, там жило три основных иудейских клана – Бану Кайнука, Бану Надыр, Бану Курайда. И когда пророк Мухаммад с.а. с сахабами шел в сторону Бану Курайда, наступило время третьей молитвы Асар. Пророк Мухаммад с.а. сказал – Пусть никто не читает Асар, только тогда, когда мы достигнем местности Бану Курайда. Некоторые из сахабов прочитали намаз, некоторые прочитали в бани-курэдзе. И этим ничего не сказал посланник Аллаха, и тем ничего не сказал. Это токрир, это довольствие посланника Аллаха. То, что мухаддисун, хадисоведы добавляет, его сифат, он не имеет отношения к ахкэм шариата, не имеет отношения к запретности, дозволенности, нежелательности. Например, пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, определенного вида чалму одевал. Не значит, что мы должны такую же определенную виду чалму одевать. Или пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, сказано, что в хадисе у него он открывал грудь, то есть открывал кнопки, пуговицы. Не значит, что это как бы кто так вот не ходит на распашку грудь, значит он не соответствует с сунной. Это то, что делал пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, то, что к нему относилось, так он любил посланника Аллаха. Или пророк, салаллаху алейсалям, шел по этой дороге. И значит, что если ты по этой дороге пошел, значит, противоречишь сунны пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Это то, что касалось посланника Аллаха. Или сказано то, что больше всего пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, больше всего он, когда одевал чалму, вот эту вот на голову, он закрывал лицо. И значит, что ты, потому что была пыль, пустыня и так далее. Если ты откроешь лицо, значит, ты противоречишь сунне пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Нет, это из сафата, из джибилля, это то, что касалось посланника Аллаху. Теперь давайте обратим внимание, вспомним те аяты из Курана, из Священного Курана. И пусть тот человек, который говорит достаточно нам Курана, он тоже должен обратить на эти внимание, то, что Аллах, какие аяты говорит в Куране. Во-первых, Всевышний Аллах не послал сунну пророка Мухаммада, как разъясняющую Курана, как сунна разъясняет Куран. И также в исламе сунна, она идет на втором месте после Священного Курана. И на этом были все сахабы, и те, кто пришли после них. В каком-то времени были такие люди, которые сказали, достаточно нам Курана. И великий ученый, как имам Шафи в своей книге «Ар-Рисаля» дал отпор, дал ответ. Имам Бухари в книге «Аль-И'т-Исам» в «Аль-Китабе и Ва-Сунна» ответил им. Ибн Кутейба в своей книге «Аль-И'т-Изар» ответил им. Имам Кинани в своей книге «Аль-Хиде и Ва-И'т-Изар» ответил им. То есть и такие много-много можно перечислять ученых, которые ответили этим людям, то, что сунна, она является неотъемленной частью шариата. Во-первых, хотелось бы обратить внимание, то что То что первый Куран указывает на то, что сунна является аргументом. То, что сунна является доказательством. Во втором, то что То что сунна является не просто аргументом, а аргументом досудного дня. Досудного дня сунна является аргументом, является доказательством. И можно на эту вещь посмотреть, на эти вещи со стороны, то, что Кур'ан нам повелевает в общем подчиняться посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. То есть сейчас мы приведем эти аяты, где Всевышний Аллах говорит – подчиняйтесь посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Также Кур'ан указывает нам то, что сунна – это вахи. Это шрии, вахи и лахи. То, что Кур'ан указывает нам то, что сунна – это откровение от Аллаха субхану ате аля. Также Кур'ан указывает нам на то, что сунна, она разъясняет Кур'ан. Также Кур'ан указывает нам то, что Всевышний Аллах субхану ате аля будет оберегать сунну до судного дня. Аллах субхану ате аля говорит в Кур'ане в сурах ан-Ниса в 80-м аяте. Тот, кто подчинился посланнику Мухаммаду, тот подчинился Аллаху. То есть Всевышний Аллах привязал подчинение посланнику Аллаху с подчинением Всевышнего Аллаха. То, кто подчинился посланнику, тот уже подчинился Всевышнему Аллаху субхану ате аля. А то, кто отвернулся от сунны, от посланника Аллаха, Аллах обращается к Пророку Мухаммаду салаллаху алей ассалям и говорит, ведь Всевышний Аллах тебя не послал в качестве хранителя их. То есть отвернулся, отвернулся. Но однако, то, кто подчинился посланнику, подчинился Аллаху субхану ате аля. Также Всевышний Аллах говорит, часто в Куране упоминаются аяты, то, кто подчинился Аллаху и Посланнику. Всевышний Аллах привязал подчинение Посланнику, с привязанием подчинения Аллаху, то, кто подчинился Аллаху и Посланнику. Также Всевышний Аллах приказывает нам в Куране и говорит, подчиняйтесь Аллаху и Посланнику. Может быть, Аллах над вами с милостью, проявит вам свою милость. Это в сурате Аль-Имран, в сурате Аль-Имран, в 132-м аяте Всевышний Аллах говорит, приказывает нам, повелевает нам, чтобы мы подчинялись посланнику. То есть ты тот человек, который говорит, достаточно нам Кур'ана, прочитай Кур'ан, где Всевышний Аллах тебе приказывает и говорит, подчиняйтесь Аллаху и посланнику. В 11 мест таких подобных аят, и каждый аят не будем перечитывать. Подчиняйтесь Аллаху и его посланнику. В 11 местах сказал Всевышний Аллах. Также Всевышний Аллах приказал нам, обращается ко всем верующим мусульманам, если вдруг возник спор среди мусульман, то нужно возвращаться к Аллаху и к посланнику Аллаха. Всевышний говорит, «О верующие». Аллах говорит всем нам, «О верующие, о мусульмане, о те, кто верят в Аллаха в судный день, в ангелы, в послание, о мусульмане, о верующие, подчиняйтесь Аллаху». В приказном тоне Всевышний Аллах говорит, «Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику Аллаха». И подчиняйтесь высшестоящим руководителям. Дальше Всевышний Аллах говорит, «Если у вас возник спор в чем-то, то вернитесь к Аллаху и к посланнику Аллаха». Дальше Всевышний Аллах говорит, «Если вы верите в Аллаха и в судный день». То есть Всевышний Аллах начал свои слова о верующих, обращение к всем верующим. Если ты считаешь себя за верующим, то слушай то, что Аллах тебе говорит, «Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику». И если вдруг у вас возник спор, разногласие, то вернитесь к Аллаху и к его посланнику, к Мухаммаду, салаллаху алейкумсалям. И дальше Аллах подтверждает и говорит, «Если вы верите в Аллах и в судный день, то будьте таковыми». Если у вас есть в сердце иман в Аллахе, если у вас есть в сердце вера в судный день, тогда будьте таковыми. Самое интересное здесь, что все ученые, иджма, улема, все говорят, что тот, кто противоречит этому, то, что как вернуться к Аллаху, как вернуться к посланнику Аллаха, салаллаху алейкумсалям. Были такие люди, которые говорят, вот корониты они что говорят, Аллах же не сказал, вернитесь к сунне. Аллах сказал, вернитесь к посланнику. Хорошо. Аллах говорит, вернитесь к Аллаху. Как нам вернуться к Аллаху? Как мы возвращаемся к Аллаху, субханаму а та аля? Никто не может разговаривать с Аллахом. Через Кур'ан. Также к Аллаху возвращаемся через Кур'ан. Также посланник Аллаха, салаллаху алейкумсалям, оставил сунну, и мы возвращаемся к пророку Мухаммаду, салаллаху алейкумсалям. Также Всевышний Аллах в сурате л-Ахзаб в 36 аяте говорит «Верующий человек-мужчина и верующая женщина, если Аллах и посланник Аллаха вынесли какое-то решение, то не остается им выбора». То есть не нужно думать делать так, как Аллах, посланник Аллаха сказал или по-своему. То есть нужно делать, подчиняться Аллаху и подчиняться посланнику. А тот, кто ослушался Аллаха и его посланника, тот в далеком-далеком заблуждении говорит Субханаху ва Та'аля. И много таких аятов. Следующее, то, что сунна является вахьи. Сунна является откровением от Аллаха, Субханаху ва Та'аля. Аллах, Субханаху ва Та'аля, в сурате л-Наджим, в третьем-четвертом аяте сказал «Ва ма янтику анилха ва инхуа илля вахью юха». Мухаммад, салаллаху алейсалям, от себя, от своих страстей ничего не говорил. Это Аллах говорит о пророке Мухаммаде, салаллаху алейсалям. По своим страстям он ничего не говорил. Каждое сказанное им слово «вахью юха», откровение от Аллаха, которое передавалось через ангела Джабраил, алейсалям. Также в Куране Аллах, Субханаху ва Та'аля, сказал то, что Куран Всевышний Аллах будет разъяснять через пророка Мухаммада, салаллаху алейсалям. Есть аяты, которые человек читает в Куран, он не может понять или нет в этих аятах разъяснения полное. Он возвращается к сунне пророка Мухаммада, салаллаху алейсалям. Всевышний Аллах говорит «Инна алейна джамма'ху ва Кур'ана, фаидэа кара'наху фа таби'а Кур'ана». Поистине мы соберем Кур'ан, говорит Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'аля. Если мы будем его читать тебе, о Мухаммад, то ты следуй Кур'ану. То есть Аллах, Субханаху ва Та'аля, в Куране сказал то, что Мухаммад, салаллаху алейсалям, не пришел с чем-то другим. Он с чем пришел? То, что Аллах, Субханаху ва Та'аля, повелел ему. Также Аллах говорит в суратин-нахль, в сорок четвертом аяте. Всевышний Аллах не спослал тебе дзикр, то есть Кур'ан, чтобы ты разъяснил людям то, что не спослано им. То есть, о Мухаммад, Всевышний Аллах тебя не спослал, но ты разъясни людям то, что я не спослал. Если посмотреть, например, как мы читаем намаз, сколько ракатов мы читаем намаз, то есть мы не найдем ни одного аята в Кур'ане, где Всевышний Аллах говорит, что только читайте намаз. Аллах говорит, акимуссаля, читайте намаз. А как читать? Пророк Мухаммад, салаллаху алейсалям, объяснил. Закат, как выплачивает. Посланник Аллаха, салаллаху алейсалям, все детально рассказал. Также Аль-Вахьи, откровение, которое было передано пророку Мухаммаду, салаллаху алейсалям, это не только Кур'ан, откровение, это и есть сунна, также посланник Аллаха, салаллаху алейсалям. Аллах, субхану ва Та'ля, в сурате аль-Бакара, где Всевышний Аллах, субхану ва Та'ля, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, стоял с сахабами в мечети, раньше читали в сторону Иерусалима, в сторону Маджид-эль-Акса. И кто-то, кто был в Медине, видели, наверное, эту мечеть Кыбл-Атейн, мечеть с двумя направлениями. Потом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, Аллах душил откровение, чтобы они повернули в сторону мечети Аль-Харама. До этого они читали направление Маджид-эль-Акса. Откуда они взяли это? Откуда они взяли то, чтобы читать направление Аль-Акса? Нет аята об этом в Коране. Это, опять же, откуда берется из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал, будем молиться в сторону мечети Аль-Акса. И так сахабы молились за посланником Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. Это вкратце из Корана то, что Аллах нам повелевает и приказывает возвращаться к сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. И тот человек, который называет себя каранитом, я беру Коран, я с Кораном и так далее, он должен прочитать эти аяты, подумать над этими аятами. Теперь давайте, мы поняли, что такое сунна, мы поняли, что Аллах приказал нам, повелевал нам возвращаться к сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. Теперь возьмем уже из самой сунны, из хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, повелел возвращаться к нему, повелел возвращаться к его сунне. То есть как приходили хабар. То есть хабар, именно вот эта весть от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, были оттаватры амали. То есть действиями, Когда пророк Мухаммад показывал, разъяснял сунну, разъяснял Кур'ан, как, например, хадж, как закат, как намаз. И также весть о том, что скрытые, как «Ильму-ль-Гайб». Например, наказание в могиле. Пророк Мухаммад рассказывал об этом. Или, например, про историю, которая взята из Адбану в Исраиле, которую пророк Мухаммад передал. То есть то, что было в общинах до послания к Аллаху, то, что Иса, про Ису и так далее. Это все взято из сунны пророка Мухаммада. И невозможно сказать, то есть некоторые из вот этих вот людей корониты говорят, то есть то, что передается хадисы, то, что Бухари, он человек, он мог ошибиться. Но вы знаете, как, если отдельно уже эта тема, хадисы везены, мусталах аль-хадис, усуль аль-хадис, то есть как это все передавалось, как это все изучалось, как эти люди, как Абуд Ауд, как Тирмиды, как они шли за хадисами, как они все проверяли, и чтобы не было противоречия этому. То есть это целая наука. То есть невозможно, не могут все люди, все мусульмане, вот такие великие ученые ошибиться. И, субханаллах, они жили в разных городах, и говорить о разных вещах, то есть это было невозможно. Поэтому отсюда мы берем то, что вот эта сунна, которая передана нам, которую сохранили такие великие ученые, много томов написали по хадисам. То есть это сахи, то есть достоверные хадисы. Вот так она нам передавалась, эта сунна. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, в хадисе сказал, то, кто отдалился, отвернулся, не взял мою сунну, тот не из меня, сказал. В другом ревайзе, тот не из нас. То есть то, кто не хочет брать сунну, то, кто говорит достаточно нам Кур'ана, то этот человек ко мне никакого отношения не имеет, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям. Также приводит хадис, ани ль-Ирбад бин Сария, рада Аллаху анин-наби, салаллаху алейху ассалям, قال в Газаваде Хайбар, пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал, во время битвы при Хайбаре, а яхсибу ахадакум муттакиян аля арийкатих, قадь язуну анна Аллаха лам юхарриму шайкан, илля ма фи хаза алкоран, ала ва ини ва Аллахи кад ваазту, ва амарту, ва нахейту ан ашья, иннаха, ма фи хаза алкоран, ала ва ини ва Аллахи кад ваазту, ва амарту, ва нахейту ан ашья, иннаха, ма фи хаза алкоран. То есть пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал, то есть будет настанет такое время, когда человек будет облакачиваться на что-то, на какой-то диван, арика, это то, что мягко, на какое-то мягкое место, и будет говорить то, что достаточно нам Курана, достаточно нам Курана, и тогда пророк Мухаммад салаллаху и скажет, нам, мы больше ничего не будем брать, как кроме Курана, пророк Мухаммад салаллаху алейху ассалям сказал, поистине я, ва азту, то есть проповедовал, амарту, повелевал, приказал, нахейту ан ашья, запретил вещи, иннаха лимислил Куран ав аксар, подобно этому Курану или еще больше. То есть Пророк Мухаммад сказал, клянусь Аллахом, я говорил о чем-то, повелевал, запрещал вещи подобно Курану, то есть то, что Аллах запретил, то, что Аллах решил, еще я отдельное откровение было посланнику Аллаху в виде сунны, я подобно Курану или еще больше даже запрещал или повелел своей уме, сказал Пророк Мухаммад. Также приводится хадис от Ирбад бин Сария, сказал Расулу Аллаху, посланник Аллаху сказал, в достоверном хадисе Пророка Мухаммада сказал, берите мою сунну и сунну праведных халифов после меня, Абу Умар, Утман, Али, и держитесь за это коренными зубами, то есть крепко держитесь за эту сунну, сказал Пророк Мухаммад. Здесь посланник Аллаха повелел. Что касательно иджмаа, улема, то есть мнение всех ученых, великих ученых, ахли сунна вальджама, аджмаа ля залика ссахабы ваттабиун, то есть на этом пути были ссахабы, сподвижники Аллаха, сподвижники посланника Аллаха, который самый наилучший из веков. Пророк Мухаммад сказал, хайрун, куруни, карни, самый наилучший из веков, это мой век. Потом те, кто пришли после них, таби'ины, потом те, кто пришли после них, таби'ины. Поэтому имам Шафия сказал, Имам Шафия, такой великий ученый, мы про Мадхабы, когда разговаривали, говорили в Рамадане, имам Шафия говорит, я не знаю ни одного из сподвижников и из таби'инов, рахмакаллах, не знаю, говорит, никого ни ссахабов, ни из таби'инов, в тот момент, когда он услышал весть от посланника Аллаха, чтобы он ее не принял и не утвердил ее. То есть все ссахабы, все таби'ины были на этом, были на сунне. Если они слышали от пророка Мухаммада какой-то хадис, они утверждали ее и были на этом. И также на этом были те, кто пришли после таби'инов. И те, с кем мы встретились, все они утверждают весть о пророке Мухаммада, то есть сунну посланника Аллаха. И делают из нее сунну. То есть восхваляется тот, кто следовал этой сунны, и нужно отдаляться от того, кто противоречит этому. Наказывается тот, кто противоречит этому. И тот, кто противоречит этому, тот противоречит сподвижникам пророка Мухаммада и ученым, и он является из невежды, – сказал имам Шафии. Также имам аль-Бухари приводит интересную историю. Женщина была, имам Бухари приводит то, что была, и женщина имратан мин бани Ясир, из клана, из Тейпа, из Бану Ясир. Во время пророка Мухаммада, саллаху алейсалам, Бану Ясир, там были такие кланы у арабов. Это женщина из Бану Ясир, ее звали Умма Якуб, ее звали Умма Якуб. Она была фа-киха, она была богословом, то есть у нее были великие знания в области ислама, фа-кари, она была честцом Корана, то есть много читала Коран. Она пришла к подвижнику Ибн Масауду. Ибн Масауд, рода Аллаху Айну, знаете, великий сахаба, великий ученый. И тогда она сказала, я Аба Абдур-Рахман, балагани эннака тякулю, о Абу Абдур-Рахман, она его кунья, отец Абдур-Рахмана Ибн Масауд, о Абу Абдур-Рахман, до меня дошли слова, о Абдур-Рахман, она пришла к Ибн Масауду и сказала, о Абу Абдур-Рахман, до меня дошли слова, то, что ты говоришь, проклинает Аллах. Намиса, намиса, это та женщина, которая выдергивает у себя брови, и та, кто работает там, скажем, в салоне, она выдергивает другим женщинам брови, то, что запрещено в шариате. И сколько на сегодняшний день, уважаемые братья, таких сестер, которые под проклятием Аллаха ходят, которые выдергивают себе брови для украшения, чтобы украситься, это запрещено, запрет идет в сунне пророка Мухаммада. До меня дошли слова, о Абдур-Рахман, то, что ты говоришь, проклинает Аллах ту женщину, которая выщипывает себе брови и выщипывает другим, те, которые ставят себе татуировки и ставят татуировки другим, и те, кто наращивает себе волосы и наращивает их другим. На что он ответил. Ибн Мас'уд с удивлением говорит, почему я не имею права проклинать тех, кого проклинал посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, и это есть в книге Аллаха. Она говорит, она ответила, о, я Ибн Мас'уд, о, Ибн Мас'уд, рада Аллаху анху, говорит, фа каль, я умма Якуб, ин кунти кара'тихи фа кад ваджаттихи. Калят, айна? Говорит, о, умма Якуб, мама Якуба, если бы ты бы внимательно читала Куран, ты бы нашла бы там этот запрет, это проклятие. Он говорит, где? На что он ответил. Фи каулихи та'аля, фа ма ата куму аррасулю фахуду, ва ма ана ха кума анху фантаху. То, с чем вам пришел посланник Аллаха, берите, то, что он вам запретил, оставьте. Так понимали сахабы Куран, так понимали таби'ины Куран, то, с чем пришел посланник Аллаха, берите, то, что он запретил, оставьте это. Вот это было понятие лучшего из времен, то есть времена сахабы, так они понимали Куран, как понимал его пророк Мухаммад. Ведь пророк Мухаммад сказал, Пророк Мухаммад сказал, я вам указываю на то, что вас приближает к раю и отдаляет вас от ада. Пророк Мухаммад также сказал, Мне дан Куран, и подобно Курану еще столько же, то есть сунна пророка Мухаммада. Также Ибн Атия сказал, Ибн Атия сказал, Джибрил спускался к пророку Мухаммаду и обучал его сунне, подобно тому, как обучал его Курану. Ибн Атия сказал имам Малик, ибн Анис, великий ученый Ибн Атия сказал, Сунна, это подобно ковчегу Ноя. Кораблю ковчегу Ноя. То, кто сел на этот ковчег, он спасся, а тот, кто отдалился, тот будет утоплен, сказал Малик бин Анис. То есть сунна пророка Мухаммада, подобно Ноеву ковчегу. Кто на него сел, тот спасся, а кто отдалился, тот будет того Аллах утопит. Также имам Абу Киляба, великий из таби'инов Абу Киляба сказал, Если ты увидишь человека, который говорит, оставь сунну, давай достаточно нам Курана, знай то, что он в заблуждении, сказал Абин Киляба. Также приводится от Хасана Басри, знаете, такого великого таби'иновичного Хасана Басри. Он говорит, Мы были у Имрана бин Хусейна, одного из подвижников. И он нам рассказывал о сунне и рассказывал нам хадисы пророка Мухаммада. И он сказал, Я сказал, Я сказал, Я Абу Нужайд, Дай на это, И хадис на Билл Куран. Хасан Басри сказал, Мы зашли к нему, к Имрану бин Хусейну, когда он рассказывал о хадисе пророка Мухаммада, саллаху алейсалам, один из мужчин встал и сказал, О, Абу Нужайд, Оставь это, и рассказывай нам Куран, дай нам Куран, не нужно нам говорить о сунне. И на что он ему ответил, Сахаби, смотрите, как ответил, Я Ахмак, О глупец. То есть жестко ответил, Я Ахмак. Ты читаешь книгу Аллаха, и Аллах тебе приказывает выплачивать закат. Находишь ли ты в Куране то, что Аллах тебе говорит, например, от верблюда столько давать, такую долю, от коровы столько, от барашки столько-то. Говорит, ты читаешь Куран, Аллах тебе приказал молиться. Ты нашел ли в Куране то, что Зухр и Аср четыре рака'ата, то, что Магреб три рака'ата, то, что утре намаз два рака'ата, то, что есть намазы, которые про себя читаем, которые вслух читаем. Ты это в Куране нашел? Дальше он говорит, Находишь ли ты в Куране то, что таваф, обход вокруг Каабы семь раз? Проходить между Сафой и Маровой семь раз. Находишь ли это в Куране? На что этот мужчина ему ответил. Ты меня оживил? То есть, от радости он сказал, ты меня теперь оживил? Пусть оживит тебя Аллах, о Абу-Наджейд. Хасан Басри говорит, 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 «Клянусь Аллахом, этот человек не умер до тех пор, пока не стал великим ученым среди мусульман». То есть, Им'ан бин Хусейн жил в наилучшем веке. Он был из сахабов пророка Мухаммада, узнал то, о чем говорить. Если посмотреть те люди, которые говорят, что нам достаточно Куран, тогда Всевышний Аллах говорит в Куране, «Вам запрещено мейта, мертвичина». Тогда этому человеку можно ответить, вам рыбу кушать нельзя. Харам. Почему? Потому что, когда ты ловишь рыбу, то есть она мертвая, то есть никого нету, чтобы брал рыбу, резал ее и потом подавал. То есть тебе рыбу кушать нельзя. Приводят Ибн Умар. «Ухиллят лена майтатан вадаман». «Аллах разрешил». Это в Суне приходится. «Аллах разрешил нам две мертвичины и две крови». «Амма майтатан», что касательно двух мертвичин, «фессамак вальджарат». Это рыба и это саранча. «Амма даман», «факабиду ваттихаль». А что касательно двух кровей, то это печень и это тихаль, это селезенка. Это все в Суне приходится. Если человек говорит, нам достаточно Курана, тогда ему запрещено кушать рыбу, запрещено ему кушать печень и так далее. Теперь давайте посмотрим по отношению к Курану Сунна, как она делится. Во-первых, Сунна, она муаккеда лил Куран. То есть она подтверждает то, что Аллах сказал в Куране. Аллах говорит, Пророк Мухаммад сказал, «Буни лисляму аля хамс». То есть Аллах говорит в Куране, «Читайте намаз». Пророк Мухаммад сказал, «Ислам опирается на пяти столпах». И второй столп, он сказал, «Икхамис салля», «Чтение намаза». То есть он подтверждает Пророку Мухаммад, то, что сказал Всевышний Аллах. Второе, когда Сунна разъясняет Куран, подобно как намазу. То есть Аллах говорит, «Читайте намаз». Но как читать намаз? Пророк Мухаммад объяснил, показал и сказал, «Читайте намаз так, как видели меня молящимся». Аллах говорит в Куране, «Всевышний Аллах приказывает совершать паломничество хадж тому, у кого есть возможности». Пророк Мухаммад объяснил, показал и сказал, «Берите от меня ваши обряды хаджа» и показал, как нужно именно делать хадж. Потом Аллах что-то запрещает в общем, но Пророк Мухаммад оттуда делает некие исключения. Подобно тому, как Аллах запретил мертвичину, но Пророк Мухаммад сказал, «Кроме рыбы и кроме саранчи». Дальше сунна Пророка Мухаммада до тонкости разъясняет те хукмы, те повеления, которые приказал Всевышний Аллах. Например, Аллах говорит в Куране, в сурате «Аль-Маида» «Вор мужчина и вор женщина, то отрезайте им руки, говорит Всевышний Аллах. А как резать? Кисть – это рука. Локоть – это рука. Плечо – это тоже рука. Откуда? Это все Пророк Мухаммад разъяснил в своей сунне. И также сунна Пророк Мухаммад что-то он объясняет. То, что не пришло в Куране, новый хукм какой-то. Например, Аллах не сказал в Куране о закидывании камнями того человека, который женатый или замужняя девушка, Пророк Мухаммад разъяснил это в сунне. Или наследство, сколько берет бабушка, Пророк Мухаммад объяснил это в сунне. Или то, что если мужчине запрещено одновременно жениться на девушке и на ее тете со стороны отца или со стороны мамы, Пророк Мухаммад это все разъяснил в своей сунне. И в конце этого всего хотелось рассказать историю, когда к имаму Шафиа пришел один такой из каранитов и сказал ему. То есть привел ему свои доказательства, свои далили и сказал, почему нам достаточно Курана. Он сказал, во-первых, Аллах сказал . Аллах говорит Пророку Мухаммаду Я не спослал тебе Куран, и Куран все разъясняет. Второе, то есть достаточно нам Курана. Второе говорит, Аллах в Куране сказал . Я не спослал викр, и я буду его оберегать до Сунного дня. То есть Пророку Мухаммаду Аллах не сказал Я не спослал викр и Сунну. Он сказал только викр. Третье, почему Абу Бакр при своей жизни жёг около 500 хадисов сказано. То есть если бы это было настолько важно, он бы не жёг бы их. И четвертое, Пророк Мухаммад сказал . Он говорит, Пророк Мухаммад сказал . Я говорю только на то, о чём сказал Аллах в своей книге халяль, и говорю харам на то, о чём сказал Аллах в своей книге в Куране харам. То есть зачем нам нужна Сунна, если Пророк Мухаммад , он говорит халяль на то, что Аллах сказал халяль, и харам на то, что сказал Аллах . Имам Шафи отвечает ему и говорит, во-первых, то, что ты сказал, привел аят, где Всевышний Аллах говорит, я тебе не послал Кур'ан для разъяснения всего, то есть там все есть. Аллах говорит в общем, но детально пророк Мухаммад разъяснил это. Тогда почему ты сейчас читал со мной намаз и так-то делал земной поклон, так делал поясной поклон, об этом не сказано в Кур'ане, откуда ты это взял? Второе, то, что Аллах сказал, я не спасал зикр, и я буду его оберегать до Судного дня, зикр, по всем мнениям ученых, это не только Кур'ан, это Кур'ан и Сунна, это вахи, то есть откровение от Аллаха. Третье, Абу Бакар, рада Аллаху Анху, сжег 500 хадисов. Вы знаете, Абу Бакар, рада Аллаху Анху, отличался от других сахабов. Во-первых, он наизусть эти все хадисы знал, а во-вторых, он боялся, что вдруг что-то он неправильно где-то что-то записал, то тогда как будет спрос перед Всевышним Аллахом, то есть у него был такой страх. Помните, когда Абу Бакар, рада Аллаху Анху, предложил ему собрать Кур'ан в одну книгу, он сказал, О, Абу Бакар, если бы ты мне предложил бы горы Ухуд по камешкам разобрать и собрать, это было бы легче на мое сердце, чем собрать Кур'ан в одну книгу. И четвертое, ты сам же, говорит имам Шафи, сам же привел, говорит, что Сунна не нужна, но сам же привел хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям, и взял его как за аргумент. Потом этот человек сделал тяуба и, аль-хамдуллах, пришел к сунне пророка Мухаммада. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы дал нам возможность нам, нашим детям, идти по сунне пророка Мухаммада и чтобы уйти из этой жизни на сунне пророка Мухаммада.